У нас Голубь Голубку привел. Скоро Голубь прилетал один сюда. Да, теперь их двое. Вот он. Первый он, видимо, прилетел сюда, нашел там место, что вот можно там жить, в крыше нашей. Теперь что ты имеешь в виду? Крышу не будем закрывать? О! Нет, ну ему придется это, сделать им выхода. Ну вот он уже залетел, пусть там сидит. Нет, мы там тоже закроем, просто сделаем эти отверстия. А если Голубь живет в доме, значит в доме все хорошо. В доме счастье. Да, ну это мир, Голубь птицы мира, где плохая аура энергетика, когда Голубь не прилетит. А мы уже которое утро до наблюдаем. Так что всем доброго утра, хорошего настроения. У нас новые жильцы. И пусть к вам тоже Голуби прилетают. Привет, привет. Вроде бы, вроде бы легче становится ему. Нормально, все будет. Переживаешь? Конечно. Но если те такие активные, прям, бегают двое, а этот просто плачет, сидит такой прям, не жалуется маме, болеет. Но он легкий, даже его сейчас берешь. Легче становится. Он прям легкий, видишь, постоянно лежит. Будем надеяться, что... Что, белье высохло, твое? Все, поехали? Сейчас я в инстаграм загружаю видео, подождите. У нас так клево. Птицы пают. Тут есть только не моторные машины, чтобы было бы слышно. Руша была здесь света, дырка, не то что дырка, вот шов. Так надо будет закинуть этот плед, накрыть. А если его просто пододвинуть? А уже, а ты здесь откроешь тогда, получается. Здесь тоже? Да. Просто плед накинуть, и все. О, все загрузила в инстаграм. Да, смотрите, все бегом в инстаграм смотреть новое видео. Потому что они тут же выходят. Вот это видео я еще обработаю, оно завтра выйдет. Здесь сразу пришла, отцена, отсняла, тут же выбросила. Очень удобно. У меня, кстати, инстаграм, если честно, по мне, инстаграм мне больше нравится, чем ютуб. Ну, это получается, кто любит видео в реальном времени, допустим, видеть, что происходит в данный момент, то все в инстаграм. Ссылка в описании. Я шпион. Шпион, у нее сестренка сидит там. Любимая моя. Сидит, чай пьет. Ой. Идет. Кричит. Посылка пришла. Я говорю, а? Вот, что значит легче спать, смотря голову. А я сегодня утром. Помылась, голову помыла. Потому что после вчерашнего, после вчерашней бомбежки в летней кухне с дверью. Коля над тебе туничкой. Да? Такую не видела уже еще. Не, я иногда ее дома одевала. А я не, что-то мне чай пить, монтаж не идет. Мы тоже сегодня позавтракали. Сладенько, правда. Уже кушать охота. Думаю, может, пойдем к тебе. А мы ездим, знаешь, это, работаем. Чисто? Да. На траву не смотрела. Кстати, да. Кстати, мы можно сами его уберем? У нас такие планы грандиозные в хозяйстве. Нам нужна будет солома. Без проблем. Мы ее потом с мешком приедем, заберем. Ты что, едешь сейчас на почту? Да. Ты давай с мокрой головой не выходи на улицу. Я его вчера мыла. А, почему ты же сказала? Пойдем, быстро, быстро. Идем, идем. А мы сейчас едем. Смотрю, тоже поступило что-то на почту. Не знаю, что. Так, а не говоришь, что тебе уже помидоры? Салат завтра будешь резать. Ну-ка, подожди. Я не знаю, видно, нет? Ничего это. Вау, круто, поздравляю. У меня огурчики были некоторые посохли. Сейчас буду выращивать опять. Другие будешь? Угу. Ну, клево, поздравляю. Ого, у тебя там капуста. Ой же какая. Вот это да. Вот это огород. Молодец, кстати. У Кристинки первый раз огород. Так что студить строго не надо и нельзя. Да вообще никого нельзя студить строго. Много не от нас зависит. От погоды. Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня уже помидорки. Уже залезалось? Да. А, цветонь? Уже зеленые помидорки висят. Да. Смотри. Это ее первый огород в жизни. Так что я горжусь сестренкой. Да. Молодец. Все равно понасаживала. Это что-то такое? Я даже не знаю, что это такое у нее. Ладненько. О, огурчики. О, так прикольно, кстати. Закрыли тенечек. Трава позакрывала. Тень создала. Здорово. Смотрите, как погода у нас. Какая красота. Она птица чирикает. Вот как Кристинка монтирует для вас видео. Смотрите. А говорит то, что спину держит. Ничего ты ее не держишь. Я точно так же сижу. И потом у меня спина. Знаешь, как болит? Я ночами мучаюсь. Пустили за кулисье. Питчи сидит там уплетает. Кофе пьет. И монтирует. Я в принципе точно так же делаю. Время в пустую не трачу. Тут же монтирую, тут же кушаю. Что, Руша, не так разве? Так. Я же не вижу, я на улице все время. По пузику именно так сидишь, монтируешь, кушаешь. Рошан пытается закинуть деньги на телефон положить. Закончились. Вы вышли из дома. Нам нужно просто дома посмотреть. По-атаманская у нас работа. А что вы молчите? Давайте закинуем. Рошан мучается. Не может подключиться к твоему интернету. А что вы молчите, муж партизанисты? А ты сама не догадалась, что мы сюда приехали? Нет, поступила на поэта. Нам сообщение, что Кристинка нас ждет. Гости, Кристина. Себе. Здрасте. 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 Конечно, как проехали. О, дыши, Рошан. Дыши. Я не могу. Они стоят сами в перчатках. Маска ходит, ладно, Кристинка звонит. Крылья. Лапы целые, чтоб никакую не тянуло за собой. Крылья, чтоб не торчали. И сколько времени они так... Сейчас им в машине жарко, ничего? Нормально было? На солнце ни в коем случае не ложить их. Она за полчаса навернется, вся пчела. Блин. Под сиденье куда-нибудь. А какой цене они? 700 рублей. Одна штука, да? Да. 1400. Так, а сколько улик вот такой в комплекте выходит? 250, если вот так вот. Это как татаны, да, да? Да, да, да. А один был, получается, на 10 рамок, да, идёт? Да. Это 10 рамочный. Это сюда был, если брать один, это получается, корпус, дно и крышка идёт, или как? Рушан, здесь опарыши набрал. Одни красные, другие жёлтые. На рыбалку поедет. С ночёвкой, с мужиками. Меня не берёт. Почему меня не берёшь? Я тоже хочу. В палатке. Я буду тихо в палатке спать, Рош. С тобой не будет клёво, а без тебя будет клёв. А, все поняли. С тобой будет не клёво, а без тебя будет клёво. Всё понятно. Всё? Всё, все услышали, все поняли. Всё с тобой ясно. Ну, вот так. Ну, ладно. Уговаривать не буду, напрашиваться тоже. Мы с тобой потом отдельно рваняемы. Мне и дома хорошо. Мне на огороде больше нравится, чем на рыбалке. Хотя на рыбалке тоже клёво. Какой вы лодке будете плавать? На резиновой? На резиновой. Тоже поплавала бы. Я бы на моторке погоняла бы. Как раньше. Любила на моторке гонять. По Байкалу. Правда, въезжала, орала. Помню, темно было. Мы уехали. Мы так далеко уплыли, что я... А, мы потом начали кружиться. И я потеряла вообще куда-то, где дом, в какую сторону плыть. Ну, хорошо, что люди опытные, знают уже. Вот обратно. У меня у дяди моторка. И гараж. Так прикольно, как рельсы сделаны в гараж. Моторка затягивает. Смотри, какие трактора ездят? Он колёсный. Ага, крутые, да? А мы по полю с пчёлами. Кондиционер включили, чтобы пчёлы не сдохли. Потому что жарко очень у нас в машине. Прям рухота сегодня. Чемпионер плюс 26. Наконец-то хоть. Работа восстанавливается. Поработали немного с утра пораньше. Вот мы как уехали утром рано. Время уже 3 часа. Мы только домой едем. Пока все дела сделаешь туда-сюда. Домой хочу. Тяпку руки и на огород. Покуда стоит. Вот здесь вот тоже кукуруза посажена, да? Запущена. Её же никто не тяпает, дружи. Она же вырастает как-то. Да, потому что это кормовая, понимаешь? Они потом компайнерные початки не нужны. Все поняла. Они так собирают полностью и коровы. Они просто компайн заходят, перемешивают, берут потом всю кашу и у них берут корову. Ага, ну все ясно. Ну-ка, живые? Живые. Все живые? Главное, матка ружевая была. О, живые. О, зашевелились так от солнца подальше и поехали. Где? Ладно. Лэнни, иди сюда. Ты с нами не поедешь. Вышла уже за пределы ворот. Иди сюда. А как она туда вышла? Она под забором пролазит. Иди сюда. Лэнни, иди. Выходи давай. Морда усатая. Вот смотри, ты хорошо, что я увидела её. Да мы бы завели, она бы рванула бы. Хорошо, давай проэкспериментируем. Иди, заведи машину. Сидит пока. Беги давай, страшно, да? Приехали на Кристинке, покушай. Пойдём покажу, что мы купили. Почему у тебя здесь так всё, Рушан, он договаривается по поводу, чтобы тебе Вова приехал, скосил. Всё. Он уже знает, что где открывать. Сейчас откуда ты это знаешь? О, мы стулья купили. Ура, мы стулья купили. Клёво, два пока взяли. Потом ещё два возьмём. Да, завезли, да, значит? Просто здесь получается здесь... Как? Завезли, значит. Завезли, да. Кстати, там у стулья, у этих... Столы, знаете, синие появились. Потому что Рушан хотел синие вообще. Тогда не было. Ну и чё. Так что вот так. А что у тебя стри уже здесь, всё по колено. Рушан говорит, это сколько у меня, говорит, удлинители. Где их собирать, говорит. Да, да. У него же электрический. А здесь бензиновый нужен. Здесь-то работа, может быть, часа на два, на три. А кого на три? Часа на два, может быть, за час так управишься. Да и то на час, Руш, наверное. На час. Бензопилой, час. Бензопилой? Не надо нам деревья пилить. Здесь сейчас только уже бензопилой. А ты чё, загораешь, да? А потом болеть будешь. А чё, лучше когда потом под футболочку. Ну лучше кофточку-то не кладить. Не, я болеть не буду. А вы что приехали? Поесть, да? Поесть, да. Деловая такая, я к тебе всегда езжу пойду. Сюда готовить сейчас, времени нет, если честно. Ну, а у меня его куча. Ну? Ты готова и есть. А у меня нет. Я буду всё по-флотски готовить. Ну, а потом я останусь здесь. Потом покажу, что делай. Да ты уже мне показывал сто раз. Я же не могу твой огород каждый день их снимать. Не здесь. Не здесь. Нет. Я же не могу полюбиться. Мой ужас какой-то. Кругу сошёл. Мы тебе забыли эту штуку привезти. Вот так, беру. За твой нож? Да. Что, договорился с Вовой? Ага. Приедет? Тысячу рублей. Тысячу рублей я сказал? Да. За тысячу рублей я ещё один удлинитель куплю. Два удлинителя подсоединю и сама прокошу нафиг. И удлинители у меня останутся. Так, посмотри, взять. Серб забыли, да? Забыли. Я когда увидела, что чем она занимается, вспомнила. Всё, краснока, пойдём кушать. Пойдём, краснока, у нас сил нет. Мы так устали. Пока дома поснимали, пока посмотрели, пока поискали, пока договорились. Приехали к этим двум хохотушкам. Пока они там этих кошаков искали. Мы переживали, что у нас кошка там их под машину. Лена с Ирой. Какие? Они же когда вместе, это вообще катастрофа. Ой, песенка здесь красоту навела. Жара, жара, жара. Тепло, тепло. Тепло, да? Всё. Нет? Нет. Знаешь, я за мной похотел? Кто менялся? Пчёлы, пчёлы. Пчёлы, я от них как убегала по всему огороду. Блин, вот так пчёлы, 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 пчёлы. Нельзя, стой, 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 стой. Нельзя вот так уголок. Держи. Ну он так и был, это вообще-то не я. Он лежал ровно. Я не буду какую-то новую покупать. Пусть ветром его сдуло. Сверху на пластмасске лежал. Надеемся, что он выпрямится. Все за ветер опять. Ну хочешь, Леш? Мы будем сегодня обедать. Орумо. А, кейтарик? Нет, это салат. Это лисосалат надоедить, пока не володенький полезный. Куда ща? Ща чуть не взошёл. Здесь покушаем, не будем ничего вытаскивать, тащить на улицу. Быстрее покушаем, быстрее поедем домой и работать. А у нас зашёл щавель. Зашёл? Угу. Не, он долго всходит, на самом деле, щавель. Он, может быть, их зашёл, просто... Надо посмотреть. Довольно так много протяпали. Насадитесь, вы уже в астуле. Стулья. Из кетчупа масло сверху ещё добавится. Ты что, сейчас яичь суршанну сдал? Сходил? Да. Чё, вы есть? Да. У тебя нет яиц в курятнике? Одно там, наверное, есть. Там сколько штук? Целое ведро. Серьёзно. Они у меня, похоже, несут, что это где-то... Ну, у меня как-то... А, они могут так, если они на свободных выгули, они могут нестись? Да, потому что перестали нестись, не можешь быть так резко. Бах, нету. А с чем у тебя урома? Капуста есть там? Нет капуста. Мясо как-то красиво. Мясо, сока, молчок. Всё. Парш? Да. Ешь, да, Парел? Ты изначально предупреждаешь, что... Не переводи мои продукты, давай ешь и бегу. Больше не буду тебя кормить у себя, если не съешь. Чё кричит? Давай, 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 быстрее. Гостеприимные, вообще-то, вилки дают. А вы не гостями свои. Мне тогда вот этим тебе есть. Ну, Машан, вилки бери. Ну, нету вилок здесь. Вилка одна. Нет, две вилки у меня. Вот сюда. Совсем приятного аппетита. Приятного аппетита. Какого хрена я сейчас... Такими делами занимаются с длинным рукавом? Потому что есть... Трава её так проводишь, и она нормальная. Допустим, но сок у неё ядовитый. На руки попадает, а какая аллергия может высыпать? Вот, всё горит, прям, могу, гон. Давай, пофиги. Чем? Везти ёлочка. Всё, накормили нас, напоили. Спасибо большое этому дому. Да, пойдём к другому. Куда? К своему дому. К родному. Это так должно быть, да? Тоже глаза? Мне тоже. Я вовремя успела закрыть. Я, походу, не успел. Ну, ладно. Он может удачи-то подложить, чтобы столько много пены не уходило. Она раздует, если ещё. Да. Ну, всё. Взяла я тяпку и вперёд. Как раз уже солнца нет, не так жарко будет, пойду полоть кукурузу. Рушану попозже обещал присоединиться. Рушану попозже обещал. Рушану попозже обещал. буду продолжать шан подсоединяет хочет полить будет поливать а потом я уже отдельно полью перец помидоры сейчас я перец закончу пойду уже лук полуть вот так вот у нас сегодня у мушки всякие лазер по мне смотришь откуда ветер дует вот дядь вова поливает видишь ведра принес воды и бабочка поливает давние также поливать а не лейкой а разница я также наклонюсь лейкой полью ты первое то что ты равномерно получать под каждый кустик одинаково нальешь это раз а второе когда ты лейкой бьешь с высоты все равно получается бьешь струей и можешь корешки повредить они получаются молодые как бы еще не окрепшие потом когда крепят вот так поливалку поставил и поливаешь понятно блин такой чистый перчик стал любое дело посмотреть он растет реально блин сорняк быстрее чем лук кстати он смотри семена пошли лука семена все лук обрывать надо потом насыпят нас здесь и будут нас все в луке заросках хотя уже два раза пропалывали нам на кукурузу тоже придется еще раза три наверно пропалывать конечно ты что это взять коля допустим один раз потому что на следующий год только один раз на вот пропалывать а кукурузу нормально пока она вот высокой не станет буквально там сантиметров 20 от земли когда все не надо будет полоть она там задушить сорняк весь а пока еще сорняк может задушить кукурузу поэтому придется полоть стояк и Субтитры создавал DimaTorzok